Здравствуйте, мои дорогие! А вас когда-нибудь интересовало, как врачи сами справляются с болезнями? Один довольно известный онколог решил поделиться своим простым чудо-рецептом, который можно приготовить в домашних условиях без особых затрат времени и средств. Его целебный состав способен восстановить работу почти всех внутренних органов, укрепить иммунитет, наладить обмен веществ, улучшить состав крови, очистить артерии. Эта уникальная комбинация лечит, еще раз говорю, почти весь организм. Болезни сердца и кровеносных сосудов укрепляют иммунную систему, очищает печень, почки и дыхательную систему, очищает пищеварительный тракт от патогенной микрофлоры, повышает активность головного мозга и улучшает память, защищает от сердечного приступа инсульта и улучшает качество жизни после инсульта и инфаркта, оживляет тело после операции, лучшее природное средство для лечения опухоли и карцином. Также сохраняет свежесть, красоту, молодость и энергию тела, потому что он содержит все необходимые витамины, минералы, биологически активные вещества, белки, углеводы и растительные масла. А всего-то нужно 7 лимонов, 7 зубчиков чеснока, 500 мл натурального меда, 250 г проросшей пшеницы, 300 г очищенных грецких орехов. Поместите проросшую пшеницу в блендер и измельчите. Затем добавьте грецкие орехи, чеснок и 3 лимона с кожурой и тоже измельчите. А из оставшихся 4 лимонов сделайте сок и добавьте его к смеси. Затем добавьте мед и смешайте все вместе до получения однородного состояния. Смесь поместите в стерилизованную стеклянную банку и хорошенько закройте. Дайте смеси настояться 3-4 дня в холодильнике и она готова к употреблению. А как применять? Есть два варианта. Вариант 1. За 30 минут до завтрака, обеда и ужина и перед сном 1-2 чайные ложки. Второй вариант. При онкологических заболеваниях каждые 2 часа по 1-2 чайные ложки. Перед приемом любых народных средств, напоминаем, рекомендуем проконсультироваться у вашего лечащего врача. Вот так просто и полезно. На сегодня это все. Пробуйте и будьте здоровы. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!